Еще есть у меня одна очень четкая эмоция по поводу этого классику. Это, конечно же, Джуд Беллингем. Мне кажется, что он очень много несправедливой критики выслушал в последнее время, а в классику буквально всех заткнул. Он был буквально повсюду и без мяча, и с мячом, и забил такой красивый гол. Я назвал это голливудской развязкой. Я думаю, можно еще много красочных эпитетов тут подобрать. Я бы, наверное, больше у тебя спросил, поскольку про Беллингема в классике это скорее эмоция, я рад, что он всех заткнул, я бы больше спросил про Беллингема в контексте последних месяцев. Как ты оцениваешь эту тему? Есть у него спад, нет у него спада? Насколько он хорош? Мне кажется, когда Беллингем приходил, от него вообще не ждали такой результативности, какая была в первой половине сезона, но он превзошел все ожидания, их вообще не было. То есть брали очень качественного игрока, атакующего полузащитника или восьмерку, многофункционального, но не бомбардировал. Он стал бомбардиром, и понятно, что это уже другая планка ожиданий. Когда он перестает забивать, но люди смотрят поверхность, они смотрят, что там гол плюс пас нет, ничего он там не забил, не сделал голевую, значит, у него спад. Если там пять матчей не сделал, значит, точно спад. Хотя на самом деле, если смотреть эти игры, то не было такого матча, ну, где-то, может быть, было похуже, где-то получше, но не было матча, где Джуд бы не работал на команду по всему полю. Мы с тобой в прошлый раз, когда встречались, мы называли эту позицию, мы его сравнивали с Льюисом Фергюсоном, вот как он перемещается по всему полю, как он ищет, где еще, в какой зоне он может быть полезным. Где-то отобрать, где-то передачу сделать, где-то обыграть, где-то мяч подержать. Вот он это все делает в совокупности, это невероятно высокий КПД, просто его нельзя оценивать как бомбардира. Он командный игрок, он игрок, который делает лучше всю команду, и он продолжал это делать. Я удивился, когда я прочитал после матча с Манчестер-Сити, что Джуда Берингема не был на поле, что он был незаметен, в смысле незаметен. Но если замечать, конечно, только удары по воротам и голы, то да, наверное, незаметен. Если замечать работу игрока, то он в каждом эпизоде старался быть. Он помогал в обороне. Когда им приходилось парковаться и отбиваться, обороняться, он тоже в этом участвовал. Огромный объем работы, пробег, сколько он сил в это все вкладывал. Еще я встал и пенальти бил уже, да, Сити, ну все было у него. А с Барселоной, Барселоной, если бы он не забил, у меня ощущения были бы те же. Я считаю, что у Джуда очень ровный сезон, мега крутой сезон. Просто первая половина – это еще и аномальная результативность. Да, подписываясь под каждым из этих слов, наверное, можно еще уйти в большие детали. Но они не касаются просто его стабильности и уровня. И объяснить на каждом этапе его роль, поскольку изначально там у Реала был более чистый ромб. Потом Беллингем стал больше отрабатывать на фланге. Потом у Реала уже скорее он как второй нападающий в некоторых матчах играл. То есть схема тоже плавала, и функция Беллингема менялась. Если брать, например, функцию в классика, то он был заводилой прессинга. Просто очень часто Родриго и Венисиус расходились по флангам. А Беллингему сначала нужно было дать свободу Арауха, а потом в нужный момент начать на него давить, чтобы извлечь максимум выгоды для команды, но не допустить провал давления. То есть он умница еще и в плане того, как читать такие эпизоды. То есть некоторые моменты менялись, но вот я не могу выделить такого вот отрезка, где он был бы именно плох. То есть не надо путать малорезультативен и именно плох. Вот плохого Беллингема в этом сезоне, честно говоря, я не видел, поэтому немножко удивляет это восприятие. Ну, наверное, наверное, такой высокой планкой старта сезона он сам настроил людей. Не буду говорить, что навредился, но настроил людей себя так воспринимать и столько требовать. Ну, не знаю, мне кажется, он продолжает играть как солидный претендент на золотой мяч. Если бы вы вручали сейчас, на этой отметке сезона, я бы ему давал золотой мяч. И без всяких там оговорок, хотя, может быть, Родри, просто я настолько верю в то, что Родри его заслуживает, но настолько не верю, что Родри могут реально его дать, что я Родри мысленно вычеркнул. Короче, Беллингем и Родри два претендента на то, чтобы выиграть мой золотой мяч, и Беллингем не стал хуже, на мой взгляд. Продолжение следует...